Добрый вечер, уважаемые коллеги. Большое спасибо Александру Александровичу за приглашение. На самом деле наши институты они очень родственные. Собственно, это раньше был единый институт, большой центральной экономикой и математической. Но сейчас это два института, и они очень дополняют друг друга. То есть, если у нас там больше задачи связаны, может быть, с разработкой фундаментальных методов в сфере математического моделирования экономических процессов, то у коллег это больше такие прикладные исследования, направленные именно на решение задач государственного управления, экономика и плотное взаимодействие с органами государственной власти. Вот институт, который я представляю, собственно, ЦИМИ, долгое время им руководил академик, российский академик наук Валерий Ильич Макаров. Это прямой ученик как раз Нобелевского лауреата Леонид Витальевич Конторовича, а я, в свою очередь, ученик Валерий Ильич Макаров. Поэтому у нас такая сохраняется преемственность. Но, к сожалению, вот эта школа, которая выстраивалась десятилетиями, она, как сказать, не так широко известна, как должна была быть. Я еще работаю в МГУ, задаю студентам вопрос не просто случайным студентам, а студентам-экономистам, изучающим математику в том числе. Кто единственный лауреат Нобелевской премии по экономике? Гробовое молчание никто не знает. Вот, к сожалению, знает последних, но единственного нашего светила, который, кстати, больше математик, чем экономист, то есть это же огромное направление линейное программирование, он, к сожалению, не знает. Вот, ну, учитывая недостаток времени, я, наверное, постараюсь совсем кратко обозначить с нашей точки зрения такие ключевые проблемы, а проблем действительно очень много, проблемы применения математики в сложнейшей сфере. И очень, наверное, своевременно и грамотно это обозначил Александр Александрович. То есть речь идет о чем? То, что применять в лоб многие математические методы можно, но очень редко это приводит к каким-то таким вразумительным результатам. Я постараюсь показать, какие принципиальные проблемы сейчас стоят, и какие мы видим определенные возможности, собственно, и, может быть, это как-то заинтересует коллег, и было бы очень интересно повзаимодействовать, потому что действительно проблема серьезная, и необходимо применять математические методы для, в общем-то, дополнительной аргументации решений, которые мы предлагаем на самый высокий уровень. Значит, обращусь к опытам наших геополитических уже теперь оппонентов, хотя до недавнего времени мы достаточно плотно взаимодействовали, американцы, которые с учетом как раз развития вот вычислительной техники в начале текущего века стали активно применять их для задач государственного управления. Вот перечислены два класса моделей, это региональные экономические модели, реми, и вычислимые модели общего равновесия, Computable, Genial, Equitable Models, то есть два основных инструмента, которые унифицированы, была попытка сделать унифицированными для Штатов, Соединенных Штатов Америки, для, в общем-то, управления соответствующего субъектами, определения наиболее такой приоритетной и взвешенной и обсчитанной политики в сфере управления экономики, вот эти методы. Значит, и тут представлены Штаты, где применялся один класс инструментов, и Штаты, где применялся второй класс инструментов. И, собственно, цена вопроса, запуска, например, региональной модели, это порядка 50 тысяч долларов, плюс сопровождение последующего, равновесные модели более дорогие, 300 тысяч долларов, но эта информация просто, что люди считали деньги, прежде чем вкладывать их в развитие этого вида инструментария, и, что особенно, как сказать, важно, сохранялась преемственность. Вот в 1994 году, значит, в Калифорнии был принят закон, который обязывал использование математических методов для расчета последствий, когда фискальный эффект был более 10 миллионов долларов. То есть, прежде чем принимать какой-то законодательный акт, нужно было обязательно прочитать на модели и доказать лицам, принимающим решения, корректность и эффективность той или иной меры. Вот была построена как раз равновесная модель, 75 секторов, 7 групп домохозяйств, и этот удачный опыт был потом, как сказать, применен в других штатах, но, что особенно важно, сохраняется преемственность. То есть, с 1994 года, мы, кстати, с этой группой контактировали, это Брюс Смитс, это один из идеологов этого подхода, значит, для штата Калифорния, они, кстати, поделились этой равновесной моделью, из этого секрета никакого не делалось, но, что важно, сохранилось преемственность, то есть, порядка трех десятилетий они используют, то есть, один и тот же модельный комплекс, всячески его развивается, то есть, деньги налогоплательщиков направлены на это направление, никуда не были выкинуты, а, по сути, развивался один инструмент, который активно используется на практике, чего, к сожалению, у нас не наблюдается, то есть, у нас меняется команда, приходят новые люди со своими методами, все предыдущее летит в корзину, к сожалению, но это вот такая вот особенность. Что сейчас в мире вообще происходит? Вот, когда мы говорим про применение математических методов в экономику, в первую очередь, следует сказать, что есть две организации, значит, которых чаще всего цитируют, на самом деле, их больше, но вот две основные, это Международный валютный фонд и Всемирный банк. Как бы к ним ни относились, но когда они выпускают обновленный прогноз по странам мира, их сразу перепечатывают все средства массовой информации, и вот последние они выпустили, собственно, 16 апреля по всем 193 странам, в том числе по России, кстати, под нам подняли прогноз, до этого было процент с небольшим, сейчас 3,2, чем вызвали большого неудовольствия ряда экспертов, зачем вы завышаете нашим, так сказать, оппонентам, значит, это самое, темпы прироста ВВП, но, тем не менее, вот так, значит, они используют программные комплексы, тут вот они перечислены, основной из которых это комплекс на основе, значит, разрабатываемых в рамках глобального торгового анализа Global Trade Analysis Project, который использует равновесные модели для всех 193 стран, это, на самом деле, большой консорциум из 18 тысяч исследователей, примерно, из 176 стран, которые постоянно поддерживают эти проекты, значит, на базе равновесного подхода есть еще то, что использует европейский центральный банк, то есть, их тоже часто перепечатывают СМИ, но основной, это, конечно, Международный валютный фонд, как они работают, они, кстати, из этого не делают секрет, вот в марте этого года, 24-го, они выложили, значит, алгоритм расчетов, как они осуществляют прогнозы для всех стран, значит, у них есть главной офис, который разрабатывает металлогический стандарт, этот стандарт спускается по, в общем-то, всем странам-членам Международного валютного фонда с рекомендацией, как, какие устанавливают, значит, у них ключевые ставки, уровень безработицы, то есть, некоторые экзогенные переменные, которые используются в модели, все это считается на уровне стран и агрегируется для всего мира, либо для макрорегионов, и публикуют они все дело, это в их топовом таком флагманском продукте, который называется перспективы мировой экономики, он выходит два раза в год, и, собственно, два раза в год выходит обновление. Значит, вот смотрите, что происходит, значит, почему, собственно, прав Александр Александрович, когда говорит, что очень сложная тема применения математических методов экономики. Вот на лицо ангажированности этих прогнозов, на карте, значит, представлена, собственно, раскраска в зависимости от ангажированности для того или иного макрорегиона, причем это не наши расчеты, это агентство Bloomberg провел анализ прогнозов с 1999 по 2019 год, то есть за 20 лет, и, в общем-то, показало, в каких случаях фонд прогнозировал превышение, в каких случаях, наоборот, недооценивал темпы экономического роста по странам, выяснил, значит, для США в 80% случаев происходит переоценка их возможностей, например, для Китая только в 20% случаев. То есть, ну, как бы наглядно показывает, насколько это, в общем-то, становится средством не сколько прогнозов, а сколько манипуляций общественным созданием через последующее использование и печати в этих средствах массовой информации. А вот другое, значит, опять-таки, исследование уже издания The Economist, тоже достаточно продолжительный период с 2000 по 2017 год, причем оба того периода, что вот предыдущий, что вот этот, они все доковидные, то есть, когда у нас все было более-менее спокойно. Смотрите, расхождение, да, то есть, если прогнозный период больше 16 месяцев, то расхождение, значит, фактических расчетных значений, ну, порядка там в среднем 4%, 4% пункта. Чем меньше прогнозированный период, тем, конечно, погрешность снижается, но тогда теряется смысл самих прогнозов. Значит, есть еще ряд моделей, которые, из которых, опять-таки, не делаются секреты, они все выложены в свободном доступе. Например, модель Всемирного банка, другие модели. Вот на Всемирный банк есть вот ссылка на их сайт, откуда можно эту модель скачать для более 190 стран, в том числе России. Если скачать, посмотреть, видно, что люди себя не утруждают и используют коэффициенты, например, производственных функций, коэффициенты распределения продукта и прочее, одинаковые для многих стран. То есть, получается, что, а ведь это же не шутки, на самом деле, с помощью этих инструментов потом даются расчеты, которые, значит, публикуются в прессе. То есть, с этим надо быть, конечно, с одной стороны, очень осторожным, но, что более важно, конечно, иметь свои собственные суверенные прогнозы. Сейчас вот к этому буду переходить. Еще дополнительно скажу, что помимо топовых прогнозистов есть глобальная экономическая модель от Oxford Economics и NIGEM от Oxford University. Еще от Киевского института мировой экономики есть равновесная модель на базе проекта глобального торгового анализа. Модели, они, в общем-то, все выполнены стандартно. То есть, есть производственная функция либо CES, либо другая. Значит, рассчитывается равновесие, либо путем итеративного пересчета, либо, значит, с использованием определенных солверов в соответствующих пакетах. Значит, какие еще методы очень важны, и, к сожалению, у нас в стране в считанных только организациях, может быть, даже у вас единственные, у кого это разрабатывается. Это, значит, расширенные матрицы межтестовых балансов. Важнейший инструмент анализа структурных связей внутри экономических систем. Значит, кстати, их предложил тоже Нобелевский лауреат, наш выходец из России, он не был нашим соотечественником, но Василий Васильевич Леонтьев, который, в общем-то, предложил первую таблицу затрат и выпас, которая была потом расширена до так называемых матриц финансовых потоков. И ваш как раз коллега впервые сделал это для России, это имеет в виду действующий вице-премьер Андрей Ремович Белоусов для периода, вот получается, с 1988 по 1998 год. И вот посмотрите, это все, что было сделано за долгий период по стране. Собственно, выборочно, кусочно, для разных периодов. Сошлюсь, опять-таки, опыт на США, это делается на постоянной основе для всех штатов, причем в широком разрезе отраслей, то есть речь идет о том, что это не 20, там не 30, а порядка 400 отраслей. Глубокий анализ хозяйственных связей, который позволяет, значит, каким-то образом оптимизировать структуру экономики, принимать более сбалансированные, наверное, управленческие решения. И те матрицы, которые они используют, они, в общем-то, достаточно актуальны, есть у них еще прогнозные матрицы, например, до 2030 года для сравнения. Что, конечно, этот опыт следует перенимать, потому что важнейший инструмент для анализа, собственно, экономической системы. Далее я хотел перейти к другому виду инструментария, на который мы делаем ставку и на который, в общем-то, считаем, что возможна перспектива за вот подобного рода методами, потому что они позволяют более реалистично смотреть на моделируемые объекты, нежели такие макромодели, которые описывают экономические системы там несколькими уравнениями, ключевыми. А здесь речь идет о том, что рассматриваемая система моделируется снизу вверх, то есть на уровне отдельных ее атомов. Это так называемые агентоориентированные модели, про которые стали всерьез говорить с начала текущего века как раз с развитием вычтительной техники, которая позволила их реализовывать. То есть мы моделируем систему на уровне отдельных таких ее составляющих, например, людей, которые моделируются через набор состояний. Состояния, например, какие могут быть. Если это речь идет о эпидемиологических процессах, то это состояние выздоровел, заразился, умер и так далее. Если речь идет о моделировании экономической среды, то это может быть состояние безработное, рабочее, в поисках работы и так далее. Задаются параметры среды для множества агентов и, соответственно, мы имеем такое двухстороннее влияние, то есть агенты в массе своей, принимая решения независимо друг от друга, приходят к какому-то вырабатывать для себя стратегию поведения. Это агрегируется на более высокий уровень, соответственно, средовые параметры влияют на поведение каждого из агентов. Кратко совсем пробегусь по направлениям использования. Кстати, этот вид моделирования пришел в нашу сферу из биологии, но пытаемся адаптировать его под экономическую систему. Значит, какие направления? Это эпидемиология. Кстати, самая крупнейшая агентоориентированная модель была разработана как раз для анализа и сценарных расчетов в сфере пандемии, и проводились многочисленные пандемические учения. Самая крупная модель – это порядка семи миллиардов агентов вроде как представляет население земного шара. Значит, это направление пешеходное движение, это вопросы, связанные с эвакуацией, это вопросы с каким-то оптимальной трассировкой перемещения больших масс людей, вот в частности, хадж, когда было большое число жертв, была задача поставлена оптимизировать перемещение большого количества людей, была выбрана трассировка по мосту Джамарат, и за счет этого, в общем-то, удалось оптимизировать и минимизировать количество погибших людей. Это кинематограф, это моделирование транспортных потоков, это вопросы с моделированием окружающей среды, режимы землепользования, городское планирование, исторические события, их воспроизведения, модели, связанные с имитацией военных действий, то есть порядка, наверное, несколько сот симуляторов есть, которые позволяют подобные вещи просчитывать, в зависимости от количества боевых единиц, их способа размещения и прочих составляющих, позволяет примерно рассчитывать результаты, значит, соответственно, столкновений. И еще направление исследования социальных сетей, искусственный интеллект, экономический процесс, что важно, и демографический. Что касается экономических, у нас накоплен определенный опыт по использованию модели этого класса для попытки воссоздать и потом управлять крупными объектами, такими как регион, страна, группа стран и так далее. И вот у нас были разработки, значит, связанные с моделированием демографической системы нашей страны, с отраслевыми моделями, в частности по Роскосмосу, для крупных субъектов, как Москва и Санкт-Петербург, для еще более крупных субъектов, как агентная модель Европейского Союза, с помощью которых мы рассчитывали последствия миграционных процессов, модель с трудовой миграцией из Китая в Россию и, наверное, модель, самую большую, которую мы делали совместно с КНР, это модель, связанная с измерением и долгосрочным демографическим прогнозированием. Тема очень бурно развивается, очень много программных средств, которые позволяют это делать, минимизируя затраты на написание программного кода, это перечислена только часть из них. И последнее, наверное, в рамках такого короткого, получается, доклада, к чему я хотел еще осветить такой момент, это использование средств искусственного интеллекта для тех же целей, для попытки реалистично рассматривать моделируемые процессы. Опять-таки, в начале текущего века у нас была попытка использовать нейронные сети в составе модельных комплексов для придания более реалистичного поведения агентов микроуровня, в домохозяйстве, которые принимают решения о поиске работы, либо о расходовании средств своего бюджета. Тогда это была мода, использовать искусственные нейронные сети, потому что казалось, что они более качественно пишут, нежели регрессионные уравнения такого рода поведения. И нейронные сети были очень простые. Вот пример одной из них, когда там три слоя, во внутреннем слое 10 нейронов, то есть в аналитическом виде она легко записывалась, и туда загонялась большая база, составленная на основе опросников домохозяйств, подгонялись веса, чтобы, соответственно, на контрольном множестве минимизировать ошибку, и включал состав модели. Это были такие попытки немножко приблизить к реальности вот эти равновесные модели, которые, да, немножко улучшили, но концептуально ничего не поменяли. Сейчас пошло новое направление, как вы знаете, значит, это большие генеративные модели, вот GPT-1, GPT-4, которые уже 1,7 триллиона параметров. Кстати, с числом параметров резко возрастает точность при решении арифметических задач, вон графики приведены. Огромное число слоев, которые используют эти трансформеры, 400 внутренних слоев с огромным числом параметров, которые, конечно, в аналитическом виде не могут быть записаны, но активно стали применяться в сфере экономики тоже. Значит, вот Boston Consulting Group в прошлом году в конце, значит, обозначил один из трендов использования искусственного интеллекта – создание автономных агентов, которые будут в том числе применяться для задач управления экономическими процессами. И вот один из примеров, причем это не голословный пример, это уже конкретная разработка наших коллег из Канады, мы где-то месяц назад провели с ними совместный семинар, это совмещение агентоориентированных моделей и, соответственно, больших языковых моделей, как раз вот этих трансформеров. Значит, где каждый агент является, по сути, такой большой языковой моделью. И у каждого агента есть память, краткосрочная, долгосрочная. Таких агентов много, у них есть способность вступать в дебаты по разным вопросам. И, собственно говоря, изначально эта тема, которая разработка была направлена на другое, значит, они использовали в рамках задач персонифицированной медицины с тем, чтобы моделировать лекарства и, собственно, улучшать диагностику отдельных заболеваний. Но потом возникла идея, почему бы не попытаться этот же модельный комплекс, который уже разработан, применить для задач, связанных с прогнозированием экономических процессов и нахождения оптимума в проведении различных сценариев. И эта разработка, собственно, вот там проведена ссылка на сайт, есть ее подробное описание и код на гитхабе, который можно скачать и, в общем-то, посмотреть, как они ее реализовали. И есть уже конкретные примеры использования больших генеративных моделей для, в том числе, прогнозирования экономических процессов. Вот, например, Федеральный резервный банк использовал языковую модель для ретро-прогноза индекса потребительских цен. И получилось, что расхождение у них ниже, чем у среднекавадратические ошибки, чем у обычных альтернативных прогнозов, получаемых с помощью модели векторной авторегрессии. Значит, Всемирный банк тот же использовал большую языковую модель для анализа законодательства по, значит, центральным банкам от членов Международного валютного фонда с тем, чтобы выявить, значит, в их законодательствах приверженность взглядом МВФ относительно, значит, рекомендуемой денежно-кредитной политики по контролю инфляции и необходимостью завышения ключевой ставки, если на то есть такая необходимость. То есть, вот примеры, когда уже используются генеративные модели в экономической сфере. Значит, что дальше? Большая ставка делается на применение вот последнего рода методологии для, собственно, вот обозначенных задач. Журнал Nature анонсировал то, что будет большая языковая модель, скорее всего, летом этого года, это GPT-5 с фантастическим, наверное, числом параметров, гораздо больше, чем GPT-4, которые будут в том числе применяться для задач, связанных с экономической сферой. Будут введены суперкомпьютеры, часть из них в Европе, часть в Аргонской лаборатории, которые будут вот подобного рода модели решать, применять к задачам экономической сферы. И это вызывает, конечно, опасения, значит, в том числе на уровне военных структур, которые говорят, что подобного рода модели, мало того, что они будут давать, может быть, используются для задач, связанных с экономикой и прочее, но они в том числе могут еще забивать выдачу поисковых систем, негативно влиять на общественные процессы, влиять на результаты выборов и прочее. Вот считается, что у китайцев на текущий момент более 130 больших языковых моделей находятся в разработке и в стадии тестирования, и они их будут использовать для корректировки общественного мнения не только в сфере экономических процессов, но и политических. Вот. И последнее, наверное, что скажу. Значит, один из таких вот амбициозных проектов, которые мы запускаем совместно со странами BRICS, это проект «Цифровая земля», который мы выполняем совместно с МГУ. Это речь идет, в первую очередь, моделирование климата, но в том числе моделирование социальной среды и экономической сферы. Вот. Вовлечены все страны BRICS и большая ставка делается на генеративные модели и на агентоориентированные модели. Значит, Александр Александрович меня часто критикует. Он говорит, зачем применять там достаточно ну, кажущиеся сложные инструментарии там, где это делать не нужно. Если есть, грубо говоря, уже опробированные инструменты, там те же регуляционные уравнения, там или вот матрицы международного баланса, которые себя, в общем-то, зарекомендовали, и пока выполнять те задачи, которые на них возлагают, особенно если они дополняются экспертными оценками, которые их корректируют, и в симбиозе этого получается, что, наверное, на текущий момент свои задачи они выполняют. Значит, отвечаю, что это такая изыскательные работы, которые, может быть, пока выглядят в каком-то смысле как игрушки в ряде вопросов. Но дело в том, что, учитывая те первоначальные слайды, которые я показывал по большим расхождениям в рамках прогноза, по неспособностью вот этих вот равновесных моделей сложные вещи, значит, угадывать и предсказывать, и, в общем-то, проводить сложные сценарные расчеты, как-то ряд людей находят все равно поиски некоторых новых инструментов, и, возможно, вот эти методы, там, агентного моделирования, больших языковых моделей позволят как-то улучшить прогностическую силу, значит, и имеющихся инструмент, ну, как-то расширить арсенал аналитиков, что, наверное, все-таки важно. Ну, вот наше мнение такое, может не совпадать с вашим, давайте, как бы сказать, спорить, если вызовет интерес эти методы. Да, ну, вот если коротко, то, наверное, вот так. Спасибо за внимание. Надо сказать так, что пусть расцветает сто цветов. Да, да. В этом смысле, что еще по нашему профессию можно понимать, что в экономике, если у вас есть какая-то одна модель, одна, то вы вряд ли сможете, так сказать, нормально работать на этом поле в основании экономической политики. Потому что жизнь многообразная, иногда вам требуются краткосрочные оценки, иногда вам требуются среднесрочные оценки, иногда вам требуются долгосрочные и сверхблагосрочные. Иногда мы работаем с таким элементом, как, например, компания, а завтра мы работаем с глобальной экономикой. И понятно, что диапазон нет. На самом деле, то, что Биракович говорил, вот за последние три года мы, вот экономисты, столкнулись с математиками не только экономистами, которые работают в экономическом поле, но и в других. Например, классический пример, то, что было показано, пандемия. Потому что у меня до 20-го года было впечатление, что вот те, кто там, кто работает с медицинскими моделями, да вот у них-то там, там настоящая, значит, жизнь. Это мы-то, так сказать, убогие экономисты, у нас тут, в общем, ну, противоестественная наука и все такое прочее. Но я понял, что моделировать заболеваемость ковидом – это еще больше алхимия, чем экономика. Потому что мы же понимаем, что даже статика в формате одной недели нестационарна. То есть, каждый месяц менялись критерии, кого относить к заболевшим, кого не относить. Значит, какие умершие, значит, они умерли от ковида, какие не от ковида. И ясно, что это превращало это моделирование, ну, просто в некотором смысле в перебор цифр, и, в общем, вряд ли это сказать. Хотя, конечно, вот было показано, что там есть даже глобальные модели, где там 7 миллиардов агентов, да, но мы-то это поняли. Или вот сейчас мы выполняем важнейший инновационный проект государственного значения по мониторингу драматически активных веществ. И в составе его есть институт Келдыша, который разрабатывает глобальную драматическую модель. Мы понимаем, конечно, что люди, которые моделируют природный процесс, кстати говоря, эта модель только что прошла апробацию Росгидрометра, будет использоваться в ансамбле моделей к долгосрочному прогнозированию, в том числе неприятных погодных явлений в России. То есть это очень высокого уровня модели. Но мы просто понимаем, что действительно там неопределенности еще выше, потому что люди пытаются моделировать природу, климат в сетке 100 на 100 километров для всего земного шара. Ну, чтобы понять, какой это, в общем, вот действительно там нужны суперкомпьютеры. Куда там, от них деться, потому что... Ну, а так, в общем, да, я и так уже много говорил. У нас традиционно после каждого выступления предлагаются два вопроса, да, пока? Вопросы. Интересно-таки, во-первых, я понял, у вас любовь к ОПНР. Почему вы не затронули вот эти генеративные модели? Если я сейчас более лучше разработал Google и Маск, Google Демин, по-моему, называют, то у этого Грок, вот сейчас последние модели появились, и они более живые. Почему вы на них не остановились? А, в смысле, альтернативных вот этих моделей? Ну, вы правы абсолютно, потому что их же сейчас очень много, вот. И, в общем-то, они как после дождя, каждый день новые возникают. Поэтому все, конечно, не это самое. У меня просто была задача, чтобы просто показать парочку примеров их использования, применительно именно к экономике. Потому что применяют их больше генерация картинок, текста и прочее. А вот к экономике это первые шаги, но зато они уже впечатляют. Именно по ретропрогнозу макропоказателей, в общем-то, тогда возникает вопрос. А если эти генеративные модели показывают результат лучше, чем модели векторной авторегрессии, зачем тогда использовать все то, что было, не пора ли переходить вот на это? Вот. И, собственно, тогда уже это как бы к нам. А может быть, ребята, вам ничего и делать не надо, вот как бы разброска. Тут, кстати говоря, очень много было разговоров. У вас спокойно и занимался авторегрессией. Да. Тут были разговоры, вот еще там 23 года назад, сейчас они стихли, между прочим, заметьте, стихли. Которые говорят о том, что скоро наша там профессия, там экономистов и аналитиков, и вот те, кто занимается прогнозируем, типа будет невостребовано. Значит, на это вот прошло некоторое время, разговоры стихли, можно сказать, простой ответ есть. В реальности экономическая политика – это искусство. Экономика – это наука, экономическая политика – это искусство. А раз искусство, то всегда будет возможность выбора, которой никогда не будет в распоряжении машины. Это значит, что просто немножко изменится наш функционал. Мы, может быть, не будем так много считать, но трактовать то, что там посчитано в этом черном ящике, конечно, будет нужно еще, может быть, более серьезно. Хорошо. Еще, пожалуйста. Вопрос. Константин Иванович, я тут разговаривал с одним товарищем из МВД. Серьезно. Да. Есть вопрос в чем. Первое – положительные, так сказать, результаты деятельности для общества существуют те, которые полезную работу выполняют, и те, кто мошенничает, ворует, грабит, ну и так далее. И я задал ему вопрос, я говорю, а какое соотношение между одними и другими, которые полезную деятельность проводят, и те, которые мошенничают, воруют, и грабит. Он назвал цифру. Как бы, по-вашему, какая-то цифра может быть? Это мы уже в социологию начинаем погружаться. Ну, вы знаете, как сказать, это, наверное, действительно больше к социологам. Но мы у себя проводили расчеты. Опять-таки, это прикидочное. То, что вы, наверное, говорите, это ближе к оценке теневого сектора нашей страны. Но вот по прикидочным, это примерно половина ВВП. Соответственно, это, конечно, очень большой потенциальный, может придать импульс, если вывести часть вот этой экономики в наблюдаемую, то есть из тени на свет. Это может действительно здорово стимулировать, катализировать развитие экономики. Потому что очень много энергии у многих людей тратится на серые схемы, которые тормозят. Более того, есть оценки, которые, опять-таки, проводил наш институт. Насколько влияет на темпы роста ВВП незаконный вывод финансовых средств за рубеж. Или, например, распил при выделении госзаказов. То есть, насколько это тормозит экономический рост. В среднем получается, что нерализованный потенциал, например, за 5 лет, это может быть порядка 8-9% ВВП, понимаете, за счет вот этого большого теневого сектора. Так что вопрос очень справедливый, очень важный. Вопрос, наверное, тоже тут ближе действительно к социологам и больше, наверное, к правоохранительным органам. Как все-таки этот процесс повернуть в 5? Мы, как экономисты, можем примерно просчитать, насколько это тормозит экономический рост. И какой потенциальный импульс может придать. А уже вопрос, как это преобразовать, ну, как бы сказать, в нужную для страны сторону. Наверное, больше действительно, как вы говорите, к правоохранительным органам. Я бы тут в защиту нашего общества хотел бы рассказать, что вот, а вы заметите даже по себе, насколько более, как это сказать, ну, не белым, что ли, а свободным от этих вот вещей стала наша жизнь за последние, допустим, 15 лет. А вот сейчас, когда вот эти налоги в области налогов обсуждаются, реально обсуждаются, да, то там всегда звучит такая фраза, что когда вводилась плоская шкала подоходного налога, значит, мы жили в другой экономике, в другом обществе. Сейчас наши доходы, ну, если они легальные, они абсолютно продачи. И это значит, что вот любые действия, в том числе по налогоблажению, так сказать, людей с высоким уровнем дохода, да, которые будут приниматься, или налог на прибыль, или, там, повышение ставки НДС, допустим, да, их проводить будет кратно легче. Кратно легче, чем это было бы еще 10 или 15 лет назад. И это значит, что мы, с точки зрения вот этого экономического поведения, все-таки живем в другом обществе. Да, у нас масса недостатков, масса проблем, но вот с точки зрения прозрачности экономической жизни, могу вам сказать, что жизнь у нас стала, конечно, более прозрительной. Управлять таким обществом проще, это точно. А вот уж хорошо это или плохо, это пусть каждый решает. Спасибо. Спасибо.